Меня зовут Садовский Андрей Михайлович, я ученый секретарь Института космических исследований и был в свое время аспирантом Альберта Бакировича Галеева, до этого студентом, то есть вот с 1994 года и довольно долгое время мы с ним вместе работали, пока он серьезно не заболел и уже был не способен работать. То есть, в принципе, на протяжении многих лет писали совместно статьи, делали совместные работы. Расскажите, пожалуйста, какие его главные труды? Чем он стал знаменит? Ну, вообще, один из главных трудов, который, по-моему, до сих пор изучают все студенты, которые идут в физику плазмы, это обзор Галеев и Сагдеев по нелинейной и квазилинейной теории плазмы. Это вот седьмой том вопросов теории плазмы. Был такой сборник. Этот же труд вначале издавался на английском языке, то есть он отдельной книгой на английском языке существует. Плюс к этому можно добавить, что, в принципе, Альберто Абакирович один из создателей квазилинейной, разработчиков, скажем так, квазилинейной теории, нелинейной теории, то есть нелинейного рассеяния волн в плазме. Один из первых, кто очень интенсивно занимался пересоединением. Даже были такие фразы от людей, которые с этим были связаны, на что Галеев при соединении знает все. Один из разработчиков Тирент – неустойчивость плазмы, то есть неустойчивость хвоста, магнитосферы. Плюс одна из самых цитируемых работ – это работа в астрофизике по короне аккреционного диска черной дыры. Это одна из цитируемых работ в астрофизике вообще. Скажите, пожалуйста, может быть, на Ваш взгляд, какие-то его личные качества помогли ему стать знаменитым ученым? – Ну, знаете, просто когда я пришел, у нас все-таки была, во-первых, большая разница в возрасте, во-вторых, все-таки большая разница в должности. И как человек, я на самом деле его стал узнавать уже, когда заканчивал аспирантуру, когда защищался. Поэтому мне вот сложно говорить, какие личные качества. Но в его случае, во-первых, я бы сказал, что это целеустремленность. Вот меня очень сильно плюс поразило его умение распределять время. То есть он был человеком, который во время директорства жил по очень четкому расписанию, что он приезжал в институт к 9 утра и, соответственно, очень редко задерживался надолго, то есть очень четко распределял время. И пунктуальность вот эта вот доходящая до предела, потому что он читал нам лекции в то время, и будучи директором как-то за все время чтения лекции, он, по-моему, пропустил одну лекцию за год. То есть вот, хотя директору много всего было. Может быть, оставите какие-то, какое-то видео пожелание к предстоящему 80-летию? Ну, я, конечно, желаю здоровья и Альберту Бакировичу, и Эльмиле Битревне, и его жене, и, в общем-то, всего самого лучшего. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok